В этом году на реализацию госпрограммы Янбек предусмотрено чуть больше 9 миллиардов тенге. Деньги пойдут на обучение населения, выдачу грантов и подъемные переселенцам. Особый упор делается на многодетные семьи, неработающую молодежь и малообеспеченных граждан. В рамках комплексного плана содействия занятости населения в текущем году мы планируем охватить более 30 тысяч человек. Из них по программе Янбек 24 179 человек. В рамках дорожной карты занятости это 6 718 человек. По состоянию на 1 июня у нас охвачено мерами занятости порядка 9 тысяч человек. Уже в этом месяце начнется обучение техническим и наиболее востребованным специальностям. Среди них газоэлектросварщики, повара, модельеры-закройщики, слесари и еще ряд дефицитных профессий. Всего в планах на обучение по краткосрочным курсам 378 человек. Большую часть желающих сменить профессиональное направление уже набрали, но места еще есть. Обучение будет организовано на базе 24 организаций образования по 26 квалификациям. В текущем месяце планируется направить у нас уже 204 человека. Это в 6 регионах. Обращаю внимание, что ключевым показателем данного направления программы является трудоустройство после завершения обучения. А с 10 июня стартует проект для молодых предпринимателей «Бастау-бизнес». В нем смогут принять участие 1400 человек. Обучать основам предпринимательства будут в 5 потоков, правда пока онлайн. Гульна Рабенова отметила, что при улучшении эпид-ситуации обучение перейдет в традиционный формат. После курсов для воплощения в жизнь лучших бизнес-идей будут выданы гранты. Кстати, некоторые молодые предприниматели, которые прошли курсы ранее, уже смогли получить финансовую поддержку. В 8 регионах выдали. Это Алтыцаринский, Амангельдинский начали выдавать. Мендогоринский район, Карасурский, Житогоринский, Карабылыцкий, Камусинский районы и город Кустанай. В остальных регионах до сих пор не выдали ни одного гранта. Раньше, помню, жалоба была, что комиссии не заседали. Комиссии-то могут заседать. Онлайн-режим есть. Поэтому надо рассматривать. Хороший проект надо поддерживать и выдавать гранты. Финансовую помощь для создания бизнеса можно получить в размере до 200 МРП. Это 555 тысяч тенге. В этом году планируется выдать не менее 400 грантов. Диара Ахмеченко, Мила Солкомбаева, Елена Щегельская, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова